Всем привет, с вами Дима Няшка с С-35 и сегодня такое коротенькое небольшое видео, решил записать, скажу, какие у меня сейчас дальнейшие планы и расскажу именно про ивенты все, а именно про фонд ниндзя в большей степени. Так, ну я добрал, получается, золотые души, все, купил тобика, теперь у меня все под связи готово, так что теперь все серебро я буду сливать в умение и получается лить его в шмотки, дотачивать шмотки все. Дальше, получается, в клубе ниндзя потихоньку пейнда собирается и я открыл умение этот, массовое умение, короче, массовый скилл. Ладно, все, поэтому проехались. Дальше фонд ниндзя вышел, рассказываю сначала про побочные ивенты. Бабушка вышла, то есть опять эту бабушку пихают с петами, она бесполезная, то есть максимум там будет в последний день скидкой, и то, если кто-нибудь будет так жестко на фонды закидывать и все. Ну, отсюда еще вот сундучки сможете забрать потом. Дальше вышел кошелек, а именно ежедневный доход, то есть это сейчас очень полезно именно под фонд ниндзя. Сейчас чуть позже расскажу именно почему. Дальше за потраченное, получается, будете еще получать купоны сверху и будете, здесь где-то соберете еще все вот эти ящики. Конечно, до 50 вы не дотянете, хотя кто какие, смотря, фонды будут брать. И очень-очень, кстати, странно, под фонды закинули еще дерево. Этому я тоже удивлен. Ладно, поехали по фондам. Вышел сейчас фонд ниндзя и рассказываю потихоньку. У вас будет всего 5 попыток в день собрать всю эту еду. Плюс у вас будут еще обновления. Будут 3 платных обновления и 2 бесплатных в день. Вы полностью скупаете всю еду, если решили участвовать. Итого у вас выходит, что в день, ну по моим личным наблюдениям, у вас в среднем выйдет от 300 до 500 очей. И в среднем, к концу ивента, у вас будет вот этот вот четвертый левел именно наруто. То есть вы, в принципе, набираете именно 2000 вот этой еды. То есть стабильно и это выгодно. Набирать что-то больше, типа за 2500 наруто, это уже опасно. Если вы всего готовы кинуть тысячу на этот именно ивент, то просто сразу скупайте всю еду и набирайте на четвертого наруто. К концу ивентов он у вас, ну в принципе, должен быть. Если даже у вас чего-то там не хватит, копейки, вы заберете вот отсюда пакет и, ну думаю, вам все же здесь может повезти. Выпасть какой-нибудь лосось там или суши. И побольше количества. То есть здесь уж они там вряд ли будут скупаться на эту фигню. Ладно, поехали дальше. Если вы там решили больше донатить, то вот я не знаю, кто закидывает 2000 и там берет вот этих вот саски, я не особо понимаю. То есть если да, у вас там 3000 набралось, то тогда имеет смысл брать вот эту саски. Но если у вас 3000, то либо вы офигенно удачливый человек, либо вы просто закинули больше, чем на эти 2000. Чтобы получить фонд, то Наруто нужно закинуть 1000, на саски 2, на сакуру 4. Так таковое, если вы много донатите, то вам, конечно, выгодно брать сакуру. Если вы донатите мало, то я даже не советую брать вот этого саски. То есть лучше пропустите саски, возьмите Наруто. На мой взгляд, брать саски, ну, довольно тупо, потому что закидывать 2000, тем более суммарно, еще раз подчеркну, 2000, а не разово, ну, это не очень выгодно. То есть вы там выгоду всего получаете, вот сами можете потом посчитать, но там, грубо говоря, в 3000 всего. То есть, я лично, мой совет, брать либо Наруто, либо сакуру, вот, все. Все остальное не имеет смысла. К концу имента набираете себе Наруто, и вы уходите в плюс. Да, кстати, уточню, что получается 1 единица еды, 1 единица вот этого опыта, стоит 10 голды. То есть вам нужно иметь на счету 23,5, грубо говоря, 1000 золота, чтобы участвовать в этом ивенте. Если у вас меньше, то, соответственно, вы получите меньше уровень Наруто, и будете, соответственно, получать меньше. Также можно активировать, еще раз подчеркну, только один фонд. То есть вам не будет приходить сразу с трех фондов, если вы там закинете 1000, 2 и 4. Ну, или там суммарно закинете 4, и у вас активируются все фонды. Это не значит, что у вас там будет с каждого фонда прилетать в плюс. Будет прилетать только с одного. То есть с максимального, либо с максимального, либо с того, которого вы прокачали. Ладно, надеюсь, понятно объяснил. Ну, короче говоря, набирайте на Наруто. И все у вас будет здорово. Теперь рассказываю. Пока вы набираете на Наруто, у вас есть дерево. То есть в среднем у вас там две попытки в день будут. Итого вы наберете 100% на первый уровень дерева. Итого у вас получается, что помимо фондов вы еще получаете дерево, которое будет вам зарасширять еще пятерку сверху. Вы получаете фонды, первое дерево. Ну, это как бы здорово. К фондам вот такой вот еще бонусик пролетает. Ну, если вы донатите, конечно, больше там на Сакуру, то, понятное дело, вам прилетает и больше. Даже рассказывать не о чем. Дальше, помимо того, что вы еще будете тратиться, вам вот эти джубасы будут прилетать. То есть вам будет в день минимум прилетать вот эти вот купоны. Ну, еще считать не буду. Ну, тут где-то три сотни. И вот отсюда еще соберете ящики, талисманы. То есть очень все здорово, очень все полезно. Дальше рассказываю. Если вы все же решили брать наруто, то вам нужно ежедневный доход еще поймать. То есть закидывайте в течение пяти дней эту тысячу. И получаете вот с этой лягушки еще золото. Ну, если вы, конечно, закидываете на Сакуру, то вам, естественно, выгоднее закинуть разово и потом по копеечной сумме добивать. Потому что здесь еще бонус четыре тысячи прилетит, а это как бы здорово. Закидываете четверочку и сюда вот по минималочке кидаете, по сороковушке, вот как у нас. Ну, или там, не знаю, сколько у вас там. Смотря какой у вас проект. Так, ну, думаю, все рассказал именно про полезные ивенты. Если еще разбейте яйцо, в нем бы я вообще не советовал участвовать. Потому что, чтобы получить здесь сто конфет, вам нужно именно вот здесь потратить пять тысяч. Соответственно, вам нужно набирать именно вот здесь, разбивать эти яйца, набирать эти конфеты, потом вот эти конфеты переводить. И в итоге вот это вот бежу будете брать, которая постоянно обычно бывает в раскопках. Или вот на Новый год она была. Ну, не знаю, ее очень часто в раскопках ставят, поэтому я бы не советовал именно в этом и винте его брать. Наверное, все. В принципе, больше мне рассказывать нечего. Про Фонды уже более-менее рассказал. А если кому-то что-то непонятно будет, если как-то неправильно что-то сказал, вы напишите там, уточним, если что. Всем спасибо, всем пока, участвуйте в Фондах. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok